Большой велетенник сам, по-моему, на заднем плане. Ну, гуси тут тоже, конечно, отношения не выясняют на воде. Ну, на воде у них, кажется, там, они в последние дни порезвились, там, и кормились, и отношения выясняли, что там только не было. Не все удалось снять, потому что, когда вокруг очень много, когда один гуси, да, там на нем можно... А когда их очень много, не успеваешь иногда просто смотреть, где в данный момент самое интересное это... И еще в разные эти... в разные углы ближние снимать, иногда в фокус не входишь. Ставишь трансфокатор дальше снимать, переводишь на передний, не всегда успеваешь перефокусироваться. Ну, вот, моются, торжествуют, радуются жизни. Таких кадров просто, конечно, много. Тут какой-то, наверное, такой меховой какой-то гусь получился. Ну, куда же без летячих. Причем, конечно, можно было снять в последние, как раз вот в последние часы, когда они планово начали уже, вечером они начали улетать планово уже на ночевку, можно было снимать как раз вот с проводкой, начал снимать, но аккумулятор второй уже сел, и уже все, и уже... Хотя вот как раз самое время было снимать, потому что знаешь, где они взлетают, вот они уже все начинают, сейчас будут залетать, полетели. И даже когда полетели, сначала первые взлетают, потом вторые, то есть есть время на них. Ну, уже аккумулятор осталось только в трехсотках, а у нее с фокусировкой, с такой сосредящей не очень хорошо. Ну, так, что-то удалось зацепить мимо дела, мимо форума. Вот, ну и что, удалось зацепить еще куличков, 9-го числа поснимал свечи, в частности, маленький куличок такой. Вот эти кулички, конечно, они на звук зеркала реагируют, когда близко подходят, на звук удара зеркала, конечно, реагируют очень быстро. Дичь у нас, конечно, пуганная. Вот это трухтанчики, вот, 11-го числа прилетели, с тайками летали туда-сюда, но так, атаковали они, не атаковали, отношения выясняли, но далеко сидели, поэтому толком снять. Вот, единственное, что на звук подошло, это вот трухтан, на голос. Вот, подошел достаточно близко, но, как я траву не выкашивал, вот мы с Юрой при последней засидке выкосили практически все перед засидкой, все, но вода уходит, и выкашиваем-то мы здесь, а вода ушла еще на метр-полтора, и там трава, которая вылезла вся, а птица, она ходит около воды же, и, соответственно, вот его среди травы, этого вылавливаешь. Нет ни одного трухтана с одинаковым высотом на крыле. Да, трухтаны, они все разные, это большие великени. Миллион добро, отличие на того, что на двух коллектонах с одинаковыми дворами на крыле. Да, вот как вы порадовали еще большие халки, чтобы, конечно, было. А у вас не получилось, да, Миллион добро? Ой, сорвался. Сорвался. Да, красивая, конечно, птица такая. Баки интересные такой, зубчатые. Баки интересные, да, но, к сожалению, из-за этого... Трава и испарина. Трава и испарина. Если, конечно, выкосить траву, там испарина будет меньше. Если чуть-чуть ветерок, может быть, стягивало бы. А так вот сколько кадров, там, ворона гоняет кроночно по ней, друг за другом. А все это в таком маке, что это... Ну и кое-что удалось, конечно, снять немножко так. Вот, например, эта сценка. Единственное, что тут, как лист, помешало, это маленький буфер У7-200. Жмешь на кнопку, а кадра нет. А все, хватит. Жмешь на кнопку, а кадра нет. Конечно, можно было снять видеоряд, потому что там, на самом деле, кадров, конечно, побольше. Вот, но... Ну да, ну куда без этого. Секс и кровь, что еще? Вот, поэтому так что-то удалось поснимать все-таки. Вот, ну это так, на закуску. Ну это 8-го числа Чибисы. Вот это Марио. Марьево, Марьево, Марьево. Закат или рассвет? Это рассвет, это рассвет. Вот как раз вот... Вот, то, что не было... Где-то часа 4 утра, примерно. Да, это где-то 3.44, да. Ну вот, напоследок, нам торжествующий гусь, закат прощальный. Что там у нас еще осталось? Все? Все, нормально. Ну вот, практически пока все. Много я и стал грузить, чтобы вас это не утомлять. КОНЕЦ! КОНЕЦ! Я уже говорил. Спасибо! АПЛОДИСМЕНТОВ! 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 Продолжение следует...